Добрый день, девочки! Я сразу к делу. Сегодня немножечко вопросы и про жизнь. Бьем чай. У меня даже сегодня кексик купила. А чай у меня с мятой. Видите листики? Прямо свежая мята. У меня в саду растет. Листики очень классные. Итак, Ирина Ершова. Здравствуйте! Согласна с вами выглядеть хорошо, шить себе наряды каждый день? Мечтаю. Но выгорание от своей работы или позиционирование себя как мастера дешевых ремонтов приводит меня к внутренним конфликтам. Живу в небольшом городе в Тульской области. Вот обязательно пересмотрю свое отношение к работе. Спасибо вам, что снимаете такие видео. Как-то помогает по-другому взглянуть на созданную самой же ситуацию по работе. Мастер дешевых ремонтов. Вот тут было ключевое слово, потому что мы, девочки, все, кто работает на ремонт одежды, рано или поздно обязательно с этим сталкиваемся. Вот последние два года, когда мое ателье переехало в центр, столкнулась, пожалуй, один раз я с тем, что мне сказали, что, ой, так дорого, 600 рублей подшить брюки, я бы разбогатела бы. И тут же она мне начала рассказывать, что у нее есть своя машинка, что она тоже шьет. Ну вот по какой-то ситуации сейчас. То есть, да, люди думают, что мы почему-то какие бы себе цены не устанавливали, какие бы себе не устанавливали бы правила в своем ателье, мы никогда не можем разбогатеть, потому что мы останемся всегда помогающей профессией, потому что все-таки партниха. И всегда я говорю, хоть мы дизайнером себя позиционируем, мы все-таки обслуживающий персонал. Мы помогаем людям быть красивыми. Так же, как парикмахеры, какими бы стилистами они не были, они все-таки остаются парикмахерами. Я всегда говорю, ой, мне надо к маникюрши или к парикмахерши. А моя дочка говорит, мама, нету парикмахер, сейчас салоны красоты. Вот, в общем, мастер дешевых ремонтов. Почему мы так себя, ну, наверное, все-таки мы сами так себя ставим, сами так себя позиционируем. Как с этим бороться? Ну, вот я начала просто анализировать. Просто анализировать, почему так, почему, ну, почему вот такое отношение, да? Стала анализировать и стала думать, как от этого избавиться, как прийти к другому. Ну, у меня ушло на это, наверное, три года. Два года, как я переехала, чуть меньше, наверное, три года ушло вот на это осознание, понятие, что надо что-то с этим делать, потому что, да, это было тоже всегда. Каждый, вот, в торговом центре, где было мое ателье, уже я про это периодически рассказываю, было 10 ателье, и каждый, кто подходил, он начинал с того, сколько стоит, потому что он, я понимала, что этот человек сейчас, он спросит, сколько стоит, и он пойдет в соседнее ателье спрашивать там, и потом, как бы, сделает выбор. То есть люди шли на цену. Чем меньше человек заплатит, ну, я не знаю, конечно, люди думают, что кто-то, где-то есть такие хорошие мастера, которые работают бесплатно, но мы-то с вами понимаем, такого не бывает. Вот, как-то мне девочка в ТикТок написала, тоже про ремонты было обсуждение, и мне девочка написала, из моих заказчик, и это, знаете, был такой вот комментарий, такой самодостаточный, комментарий человека, который безумно любит свою работу, и она, в общем, мне пишет, из моих заказов, самый интересный заказ, это была переделка какого-то костюма-робы, в котором вот там чистили навоз в коробнике, и вот этот вот заказчик или заказчица, вот в этом вот костюме, который он много лет чистил навоз, он его, ну, естественно, постирал и принес мне на переделку. То есть вот это был самый такой интересный заказ. У меня вот из моих, я вот сейчас, когда решила сделать, почитала комментарии, решила сделать вот это видео, я даже не могу вот такого вот прям какого-то такого, ну, вот есть одна заказчица, она очень хорошо платит, она переносит, приносит какие-то на переделки, ну, вот абсолютно безумные старые вещи, и всегда очень довольна. Я всегда цену озвучиваю, сама где-то вот в глубине души, я понимаю, что это вообще-то вещь, ну, ее уже выкинуть. И вот ТикТок, раньше у меня активно ТикТок развивался, до того, как его заблокировали, все время на вот эту тему обсуждения были, стоит или не стоит, и вообще многие пишут, да это выкинуть надо, ну, вот нет, вот люди любят, если она хочет, почему я должна оказать ей в ее такой милой жалости, да, тем более, если она платит. Вот, и я пытаюсь, в общем, вернусь, я пытаюсь вспомнить такие вот прям интересные, ну, один раз я пришивала на рогу, не новую, я пришивала на колени из какого-то брезента, вот передняя часть вся была в брезенте, это был костюм какого-то сварщика, вот. Один раз я шила для больного человека, знаете, такие вот некоторые после каких-то операций, операций, не знаю, как это все называется, носят в кармане мочесборник, в общем, я вот для этого мочесборника шила чехол, в общем, даже два чехла, мы сначала с ним шили один, он первый раз пришел, принес ткань, вот размеры все, да, очень стеснялся, этот, ну, такой уже мужчина в возрасте, в общем, мы шили, нормальная была стоимость, еще тогда я была на окраине, вот, и потом он пришел еще раз, но еще другой уже там с какими-то своими усовершенствованиями, ну, вот такая, ну, вот такая работа, да, при том, что мне приносят и свадебные платья, и очень там такие вот кутерные я шью, мне нравится моя работа, я ей горжусь, более того, я к ней пришла после очень долгого перерыва, после того, как я там другими делами занималась, другим там бизнесом, институт закончила, но тем не менее, вот уже я все время про это говорю, я пересмотрела свою жизнь, поняла, что нет, все-таки я вот этим хотела заниматься всегда, но так как все-таки не хотелось быть каким-то помогающим, обслуживающим персоналом, да, все-таки уходила в другое, поэтому если вы себя позиционируете как личность, как мастер, как вообще какой-то художник и творец, никто у вас не будет, да, ну да, возможно, будут какие-то такие, всегда найдется человек, который захочет унизить, да, но это люди такие, они, наверное, ну, я желаю, только единственное, желаю всем, чтобы меньше в нашей жизни было вот таких вот заказчиков, которые хотят нас унизить, ну, наверное, такие люди везде, везде найдутся, которые начнут копаться, вот сейчас я еще вспомнила, почему-то вот пришло в голову, когда я только открылась в торговом центре, у меня вот, ну, после долгого перерыва опыта с заказом, с клиентом именно было мало, и мне, так как я сама по себе добрый человек, и мне вот, у меня все так же люди хорошие, дедушка подшивал брюки, ну, дедушка вот такой уже, ближе к пожилому возрасту мужчина, подшивал брюки, он забирал заказ, и когда вот он забрал заказ, я ему отдала там, все, пожалуйста, вот-вот-вот, там рецепшен у меня был, и вот он, наверное, еще минут пять стоял и разглядывал, и разглядывал, то есть вот ему хотелось что-то сказать, а он ничего сказать не мог, то есть вот, ну, это, наверное, такой тип людей, когда вот им что-то нужно, им что-то будет не так, вот, им что-то хочется, и, в общем, он посмотрел, посмотрел, сложил себе в пакет и ушел, вот, поэтому всегда найдется кто-то, кто захочет нас унизить, вот, прям даже скажу унизить, но мы, девочки, не дадим этого сделать, и будем свою работу, прям вот, прям оценить свою работу, что для этого нужно, просто развиваться, учиться друг у друга, общаться, я не знаю, какие-то чаты, вот у нас с девочками есть чат в WhatsApp, ну, сейчас вообще, конечно, очень много чатов в ВКонтакте сейчас, когда я стараюсь в них не участвовать, потому что это время занимает, ну, и, наверное, может быть, я из этого выросла, с девочками у нас есть чат в WhatsApp, небольшой, она, вот, с кем мы дружим, в Instagram подружили, с девочкой из Волжского город, Анфиса, привет, организовала, и как-то вот, иногда кто-то что-то пишет, кто-то что-то спрашивает, там все девочки, у кого есть ателье, то есть коллеги, шьющие, именно, вот, шьющие, работающие с заказчиком, ну, бывает, помогает, что-то, просто вот, мозги, иногда, знаете, вот, для меня, например, может быть, что-то мне, в принципе, если мне непонятно, что-то, что-то, я не знаю, я думаю об этом, как лучше сделать, там, посоветоваться, я советую, если у меня есть вот коллеги, с которыми я советую, но вот давать советы, это даже еще лучше, потому что, когда я знаю, что я кому-то помогла, для меня это вот огромный, вот такой вот мощный заряд энергии, что еще, развиваться, слушать, пришла на работу, включила, я слушаю фоном, слушаю наших всех, вот, все, что связано с культурой, все, что связано с модой, интервью, вот, любого взять человека, кто интересен, там, я не знаю, сегодня я сискорица слушаю, завтра там я, Лилию, вот, сегодня конкретно, Лилию Рах, я слушаю историк моды, вообще наш великий Александр Александрович, все, слушаешь, да, людей, и заряжаешься вот этой вот культурой, некой, вот этим позитивом, каким-то, понимаешь, что вы, да, ну, это такие мелочи жизни, бывают такие какие-то, ну, опять-таки, нужно что-то делать, чтобы нас не считали обслуживающим персоналом, чтобы вот этого вот не было выгорания от нашей работы, просто нужно что-то делать, потому что, если просто сидеть и плакать, ну, ничего абсолютно не изменится, абсолютно, все, дерзайте, девочки, все, ваших рукам, я вас люблю, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok